Добрый день! Сегодня мы поговорим о загадке пояса астероидов и планеты Фаэтон. В нашей Солнечной системе существует очень загадочное место между Марсом и Юпитером — так называемый пояс астероидов. В XVIII веке люди знали 6 планет, находящихся в Солнечной системе — Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и Сатурн. Расстояние между орбитами Меркурия и Венеры составляет 0,33 астрономические единицы измерения. Между орбитами Венеры и Земли — 0,28 астрономические единицы. Между орбитами Земли и Марса — 0,52 астрономические единицы. А дальше до орбиты Юпитера простирается зона в семь раз более широкая, то есть 3,7 астрономические единицы или 555 миллионов километров. На нее еще в 1595 году обратил внимание Иоганн Кеплер, открывший законы движения планет и пытавшийся найти гармонию в строении Солнечной системы. Кеплер имел свой взгляд на устройство Вселенной. В бесконечность Вселенной Кеплер не верил, и в 1610 году он описал фотометрический парадокс. То есть, если число звезд бесконечно, тогда в любом направлении на небе не существовало бы темных участков. Из этого следовало, что весь небосвод должен быть полностью освещен бесконечными звездами, бесценных участков. Но сегодня не об этом. Сегодня нас интересует пояс астероидов и погибшая планета Фейтон. Предположение о существовании неизвестной планеты между Марсом и Юпитером высказал Кеплер в 1596 году. Но во времена Кеплера не было оптических инструментов, способных найти осколки некогда существа вашей планеты, а точнее астероидов. Между Марсом и Юпитером всего одной единственной недостающей планеты нормальных размеров были открыты почти сразу четыре. А потом и огромное множество странных планет-карликов. Возник вопрос об их происхождении. Когда в 1801 году была открыта Церера, она стала считаться пятой планетой Солнечной системы. Однако впоследствии были открыты еще три астероида – Паллада, Юнона и Веста. Затем было открыто еще 11 астероидов. К этому моменту астрономы стали квалифицировать астероиды как малые планеты. Происхождение пояса астероидов объяснялось существованием в далеком прошлом планеты между Марсом и Юпитером, которая позже была разрушена. Планету назвали Фаэтоном в честь мифологического сына Солнца, разбившегося вместе с колесницей. Очень много необычного было обнаружено в составе астероидов. Они бывают полностью металлическими и состоящими из железно-магнезистых силикатов. Но сегодня мы будем искать цивилизацию фаэтонцев, которая покинула планету перед разрушением. Искать будем во Вселенной и по остаткам информации в летописях древних цивилизаций и малочисленных экспедициях, которые практически не освещены в прессе. Исследователи Южной Америки пришли к выводу, что обнаруженные на ее территории древние сооружения не могли быть построены цивилизацией индейцев. Есть мнение, что данные необычные строения и оставленные артефакты оставили жители с фаэтона, которые остались в качестве наблюдателя после гибели планеты. Впоследствии детальное изучение сооружений Южной Америки позволило предположить, что они имеют антропогенный характер, то есть воздействие существ на природу. Есть следы высокоразвитой цивилизации на всех континентах, которая контактировала с древними людьми на Земле. Но об этих артефактах и документах мы будем рассказывать постепенно. Очень много находок с описаниями контактов присутствуют в древних летописях на Востоке, но больше всего их есть в Южной Америке, например, в Туанако. Но сейчас я не буду заострять ваше внимание на данных древних строениях артефактов, которые оставили нам фаэтонцы и о повествованиях древних контактах с фаэтонцами. Это мы подробно рассмотрим во второй части нашего рассказа, который выйдет немного позже. То есть количество материалов, которые я хочу представить вам настолько объемный, что в одну часть все это уместить будет очень трудно и тяжело будет смотреть несколько часов материалов. Археологами в Южной Америке были найдены описания на камнях, которые описывают подробно катастрофу планеты Фаэтон. Но, к сожалению, множество камней были уничтожены, или расхищены, или рассыпались от времени. Поэтому приводим частично то, что удалось археологам найти и восстановить. Еще на Фаэтоне не появился фаэтонец, он был уже обречен. Хотя о происхождении жизни на Фаэтоне мы не сможем сказать ничего, ну или почти ничего. Знаем лишь, что они были практически бессмертны, в крайнем случае, по земным меркам. Но не знаем, бессмертие это дано их цивилизации природой, или они получили ее за счет постижение закона Вселенной и смогли обеспечить бессмертность своим жителям. О жизни на планете очень мало сведений. Вполне возможно, что более полная информация о цивилизации Фаэтон сохранена где-то в тайных хранилищах, а может быть и нет. Атмосфера и климат Земли им не подходил. Более подробно о фаэтонцах мы поговорим, когда будем обсуждать их жизнь на нашей планете. А сейчас перейдем немножко к другому. Законы тяготения приговорили планету Фаэтон к гибели. В бесконечной Вселенной все происходит многие-многие миллионы лет. И редко что-то случается мгновенно. Так и с цивилизацией фаэтонцев. Природа не торопилась. По информации, оставленной древним людям Земли, фаэтонская цивилизация существовала сотни миллионов лет и достигла фантастического развития как технического, морального и внутренних возможностей, которые позволяли им управлять необъятными силами природы. Фаэтонская наука давно открыла неизбежность гибели их планеты. Планета с каждым фаэтонским годом отходила от Солнца и приближалась к планете Юпитер. Сближение с Юпитером происходило медленно. Но рано или поздно должен был настать трагический момент. И тогда, при очередном сближении Фаэтона и Юпитера, сила притяжения планеты-гиганта приведет к разрыву Фаэтона. Фаэтонцы точно знали момент катастрофы. И перед ними стал вопрос о спасении своей цивилизации. Они ставили себе две сложнейшие задачи, решение, чтобы избежать катастрофы. Можно было приблизить планету обратно к Солнцу, одновременно удалившись от Юпитера. Или произвести эвакуацию жителей на другую планету. На решение данных задач у них оставалось около 1 миллиона лет. Фаэтонцы раскрыли тайну гравитации, узнали тайну кротовых нор и поставили данные знания на службу межзвездным полетом. Они, конечно, могли колонизировать Марс или Землю, самые близкие к ним планеты, пригодные для жизни. Но Марс при всех многочисленных попытках создать атмосферу, пригодную для жителей Фаэтона, не оправдал ожиданий. Тем не менее, они создали на Марсе подземные города с условиями, в которых можно было бы населению укрыться, если попытки поиска планеты не принесут никакого результата. Они даже попытались адаптировать некоторые виды флоры и фауны на Марсе в некоторых районах. Но что из этого вышло, мы сможем узнать, когда люди наконец-то посетят планету Марс и исследуют ее подробно. А на самой Земле фаэтонцы нашли жизнь. И в связи с высокими моральными принципами они не посмели поселиться на Земле, изменив состав атмосферы и уменьшив температуру на поверхности, и тем самым уничтожить земную цивилизацию. Других планет Солнечной системы, пригодных для жизни фаэтонцев, не было. Были потрачены многие тысячелетия на поиски подходящей планеты для жизни фаэтонской цивилизации. Оставалось несколько десятков тысячелетий до катастрофы. Но то ли сама фаэтонская цивилизация открыла, то ли им помогла другая сверхцивилизация, точно сказать невозможно. Так как данные сведения отсутствуют в древних записях, доступных нам для изучения. Они открыли пространственно-временной туннель, который позволил им перемещаться за мгновение в разные точки Вселенной. Данный туннель по летописям был создан 100 миллиардов лет назад древнейшей цивилизацией, которая покинула нашу Вселенную. Правда вопрос покинула куда, остается неизвестным. Но этот вопрос ответить мы не сможем. С помощью туннеля была найдена планета, незаселенная и по условиям жизни похожа на фаэтон. Речь идет о планете в районе звезды Вега. Эвакуация жителей происходила больше пяти тысяч фаэтонских лет. Последние корабли покинули планету за несколько месяцев до катастрофы. Остались только семь фаэтонцев. В их распоряжении было около десяти космических кораблей разных размеров и один громадный транспортный корабль, видимо предназначавшийся для транспортировки различного оборудования. Данные корабли подробно отображены на камнях древних строений, обнаруженных в Индии. В Индии были очень плотные контакты фаэтонцев с человечеством, но там произошли некоторые трагические события, которые привели к первому применению ангеляционного оружия. Оружие с применением антивещества. Но об этом событии мы поговорим в следующих частях нашего материала. Оставшиеся фаэтонцы должны были зафиксировать изменения в Солнечной системе и не отпустить гибель нашей планеты. Фаэтонцы разместили на дальней орбите несколько кораблей, которые должны были защитить Землю от метеоритно-астероидной бомбардировки. И вот трагический момент настал. Планета Фаэтон приблизилась настолько близко к Юпитеру, что он своим громадным притяжением стал срывать атмосферу с планеты. Заближение стало происходить настолько стремительно, что следующие события, прозрушение планеты, стали происходить практически на глазах. И вот планета не выдержала внутреннего напряжения гравитационного поля Юпитера и раскололась на несколько частей. Но это было только начало. Большие части планеты развалились на более мелкие и откинулись на дальнюю орбиту. Они стали двигаться по орбите, которая сместилась от прежнего положения планеты Фаэтон ближе к Марсу. Часть обломков устремились к Марсу, а часть к Земле. Планета Марс подверглась массированной метеоритной атаки. И это привело к уничтожению многих сооружений, которые были построены на Марсе фаэтонцами. Землю тоже ожидали последствия гибели планеты Фаэтон, но за счет плотной атмосферы долетели до поверхности только крупные обломки погибшей планеты. Один из них упавший в Мексиканском заливе, создавший Чексулупский кратер. В месте падения метеоритов образовался слой с высокой концентрацией редкого металла Иридия. Этот металл для планеты Фаэтон был не редкостью, а на Земле Иридия встречается намного реже, чем золото и платина. Но метеориты тоже сыграли свою роль. Удары по планете были такой силы, что в момент громадного количества метеоритной пыли поднялось в атмосферу и произошло извержение многих крупных вулканов с выбросом пепла. Мир на Земле изменился практически мгновенно. Выбросы пепла создали кумулятивный эффект, то есть эффект усиления действий. Падение Чексулупа привело к тому, что в атмосфере планеты появилась аэрозоль серной кислоты. Эти аэрозоли работали как зеркало, отражая солнечный свет. И вот Землю накрыла тьма. Замедлился фотосинтез, снизилась температура. Такое возможно предполагаемой ядерной зиме. И на Землю стали выпадать кислотные осадки. Сажа держалась в атмосфере многие годы. Даже дожди не смогли полностью очистить атмосферу. Сажа блокировала солнечный свет, не давая дойти ему до поверхности планеты. Вот в это время началось вымирание динозавров. Сверхмощное оборудование фаэтонцев, оставленное на дальних орбитах Земли, не смогло полностью спасти нашу планету от всех осколков. Но цивилизация фаэтона все-таки спасла жизнь на нашей планете, уничтожив большинство крупных осколков от погибшей планеты. Это первая часть нашего повествования о фаэтонцах и их контактах с землянами. И о знаниях, которые скрыты фаэтонцами на Земле, Луне и Марсе. И на астероидах, которые остались после гибели их планеты. В дальнейших частях мы с вами поговорим о древних цивилизациях, которые жили вместе с оставшимися жителями фаэтона в нашей Солнечной системе. Их деятельности на нашей планете. Рассмотрим множество документов, оставленных нам древними цивилизациями. Всего хорошего. До новых встреч.